Здравствуйте! На телеканале «Брянская губерния» время итоговой программы о наиболее заметных событиях прошедшей недели расскажут мои коллеги и я, Оксана Измерова. На этой неделе делегация Брянской области посетила Республику Беларусь. В Минске состоялась рабочая встреча с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, президент Беларуси тепло приветствовал брянскую делегацию. Брянский регион он назвал надежным и важным партнером для сотрудничества. Также Александр Лукашенко отметил, что сотрудничество по ключевым направлениям в области промышленности, сельского хозяйства, науки можно активизировать. Губернатор Брянской области Александр Богомас поблагодарил Александра Лукашенко за встречу с делегацией и озвучил предложения о сотрудничестве в различных областях. Все сказанное было поддержано президентом Республики Беларусь. Предложения будут проработаны соответствующими министерствами для последующей реализации. Александр Лукашенко подчеркнул, что по всем вопросам, касающимся сотрудничества Брянской области и Республики Беларусь, белорусским правительствам будет оказана всесторонняя и своевременная помощь. Брянщину с рабочим визитом посетила вице-премьер России Ольга Голодец. Заместитель председателя правительства Российской Федерации провела встречу с главой региона Александром Богомазом, а также посетила ряд социальных объектов, в том числе детский сад и школу в Клетне. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в 2016 году началась реализация программы строительства новых школ, а также реконструкции и ремонта уже имеющихся учебных заведений. Программа нацелена не только на создание новых мест в школах, но и на организацию обучения ребят в одну смену. Также она предусматривает перевод из ветхих зданий школ всех учащихся. Благодаря эффективному взаиводействию правительства Брянской области, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерства образования и науки России в Брянской области, в 2016 году планируют создать по этой программе два объекта – пристройку в школе номер 2 в Клетне и пристройку к лицею номер 27 города Брянска. Губернатор Брянской области Александр Богомаз лично контролирует ход работ. Недавно выполнение программы проинспектировали специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения «Дирекция школа-2025» под ведомственное Министерство образования и науки Российской Федерации. По итогам проверки была дана высокая оценка работе губернатора Александра Богомаза и правительства области по реализации мероприятий, что будет отмечено на федеральном уровне и учтено при выделении региону финансовых средств в будущем году. Глава Брянского региона не раз подчеркивал, что задача власти – создать комфортные условия для обучения детей, а это и новые здания, и современное оборудование, и профессиональные педагогические кадры. Оценить работу Брянской области в этом направлении приехала вице-премьер России Ольга Голодец. В ходе визита в Брянскую область она посетила Клетнянскую школу номер 2, где в настоящий момент уже завершено строительство пристройки. Новый объект будет введен в эксплуатацию 1 сентября. Работы начались в мае месяце этого года. На сегодняшний день здание полностью готово к приему оборудования и к приему учеников. Пристройка рассчитана на 500 мест. В ней разместится начальная школа, а также кабинеты для среднего и старшего звена. Здесь же находится столовая, библиотека, спортивный и актовые залы. Здание полностью соответствует всем требованиям. В нем предусмотрен лифт и туалеты для инвалидов. Новый корпус заменит старое деревянное здание, которое не могло похвастаться такими условиями. Проектом не были предусмотрены ни актовый зал, ни библиотека. Недостаточно было классных комнат. Занимались мы в две смены. В ходе осмотра пристройки вице-премьер России Ольга Голодец отметила, что работы выполнены на высоком уровне. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. А что вы делаете? Да, вот занимаемся. Трудно? Также Ольга Голодец посетила детский сад «Сказка» в поселке Клетня. Дошкольное учреждение было открыто в 2014 году. Сегодня его посещают 186 малышей. Детский сад помог решить проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях поселка. На строительство этого объекта из бюджета всех уровней было потрачено более 90 миллионов рублей. Сад оборудован всем необходимым. Светлые, просторные, игровые, с игрушками, дидактическими развивающими пособиями. Теплые спальни со стационарными кроватями. Отдельные туалетные комнаты для девочек и мальчиков. Имеется отдельный спортивный зал, который оснащен всем необходимым для гармоничного развития детей. Музыкальный зал. Заместитель председателя правительства России осмотрела помещение дошкольного учреждения, пообщалась с его воспитанниками и в завершении встречи подарила детскому саду видеокамеру. Кристина Протхилова, Александр Егоров, События Клетня. Программа пребывания делегации официальных лиц во главе с Ольгой Голодец на Брянщине продолжилась посещением агрохолдинга «Охотно» и строящегося в Брянске перинатального центра. По итогам визита Ольга Голодец высоко оценила социальную обстановку региона. Агрохолдинг «Охотно» вошел в программу визита зампреда как один из самых развивающихся объектов регионального сельского хозяйства. Еще одна гордость области – перинатальный центр. Возводить на базе первой городской больницы его начали в 2014 году. Уже вложено больше двух миллиардов рублей. Завершается поставка новейшего медицинского оборудования. Открытие намечено на сентябрь. Порадовало меня. Это тот перинатальный центр, который готов к открытию. Фактически остались мелкие детали доделки. И мы понимаем, что служба матери и ребенку в Брянской области поднимается на новый европейский современный уровень. С чем я поздравляю всех жителей Брянской области. Где-то до середины сентября мы завершаем монтаж медицинского оборудования. Самое современное. Частично оно установлено. Большей частью находится здесь, в Брянске. И до конца сентября мы должны этот центр открыть. Впечатления от поездки на Брянщину, рекомендации и замечания зампреда нашли свое отражение во время совещания в правительстве области. Социальную обстановку региона Ольга Голодец оценила достаточно высоко. Первый раз в Брянской области. И меня приятно удивило все увиденное. Настолько заметна динамика развития региона. Настолько регион ухоженный, опрятный. И в нем чувствуется жизнь. Что здесь очень приятно находиться. Что мне хочется отметить. Знаете, есть регионы, которые медленно раскачиваются, медленно готовятся. Брянская область в этом смысле абсолютный лидер в плане реализации государственных программ. С самого начала, две школы, в первый год. Это действительно такой серьезный вызов. И когда бы мы не обсуждали с Александром Васильевичем перспективы наших программ, Брянская область готова наращивать темпы. И это действительно серьезная работа, организационная, менеджерская работа, которая выполняется четко в срок, которая гарантирует хороший результат. Мы в этом году увеличиваем почти на 3,5 тысячи количество мест. Мы сейчас даем новую школу к летне. Это 500 бандитных мест. К новому году мы сдадим пристройку 27-му лицею. Это еще 600 новых мест, современных, оборудованных, современными условиями. Вот мы сейчас с Ольгой Юрьевной разговаривали. Она пообещала Брянску оказать содействие, чтобы на следующий год было не две школы, а четыре. Если, я думаю, что так оно и будет, и тогда мы сможем еще в следующем году ввести там около 4 тысяч новых, современных школьных мест. Светлана Маркилова, Владимир Шалободов, Максим Кузнецов. События. Жирятинский район. Брянск. По предварительным данным, валовый сбор зерна в Брянской области опережает прошлогодние параметры. В Навлинском районе убрали уже 24% посевов. Без выходных трудятся на полях механизаторы и водители грузовиков. На предприятии Добронравов Агра в этом году собирают по 60-65 центнеров с гектара. Здесь пыль стоит столбом. Механизаторы говорят, пока позволяет погода, нужно убрать как можно больше зерна. Чтобы справиться в срок, на этом поле пшеницы работают 17 КАМАЗов, 7 комбайнов и 2 пожарные машины. Каждые 10 минут с поля уходит полностью загруженный зерном КАМАЗ. В день убирают по 130-150 гектаров пашни. В этом году на полях Навлинского района пшеница высокоурожайная – до 65 центнеров с гектара. Классы Акрос и Нью-Холланд помогают справиться с уборкой азимой пшеницы. В день с их помощью собирают около 800 тонн зерна. Каждый раз, когда комбайн наполняется на 70%, загорается маячок. После этого выдвигается шнек. Так механизатор дает знак водителю КАМАЗа подъезжать. Каждый труженик на поле заинтересован не только собрать, но и сохранить зерно. Чтобы пшеница не рассыпалась, ее накрывают тентом. И только потом везут на сортировку и хранение. Всего в этом году на предприятии Добронравов Агро планируют собрать и намолотить более 30 тысяч тонн зерна. Это на треть больше, чем в прошлом году. В целом по области намолочено уже 409 тысяч тонн зерна. Из них более 284 тысяч тонн пшеницы, 57 тысяч тонн ржи. В Брянском театре драмы состоялось торжественное собрание, посвященное самой мирной профессии – Дню строителя. Строительный комплекс региона в этом году отмечает 60-летний юбилей. В эту профессию идут люди, которые не боятся трудностей и являются настоящими энтузиастами своего дела. Они выполняют ту работу, без которой невозможны развитие региона и его экономический рост. Отрадно, что объемы жилищного строительства в области растут. Брянская область, благодаря вам, в числе лидеров среди регионов России. За 6 месяцев текущего года в области стану эксплуатацию почти 335 тысяч квадратных метров жилья. Это 108% к уровню прошлого года. Решена и многолетняя задача по обеспечению мальчиков и девочек местами в детских садах. Брянская область в лидерах и среди вошедших в программу содействия создания новых мест в школах. В поселке Свень Брянского района также завершилась реализация федеральной программы переселения граждан из аварийного фонда. Светлый праздник! Вместе с вами песни с самого утра! Поздравляю! Поздравляю! С Днем строителям! Ура! Татьяна Жукова, Владимир Сидоров, Евгений Седачев. События. Брянск. С 2015 года государство перестало быть единым и заказчиком, и поставщиком социальных услуг. После вступления в силу федерального закона об основах социального обслуживания граждан, в регионах начали появляться частные дома престарелых. Негосударственные учреждения развиваются и на территории нашего региона. Так, в Климово уже этой осенью завершится строительство частного пансиона для пожилых людей и инвалидов. Подробности у нашего корреспондента Екатерины Зойдиной. Проблема круглосуточного ухода за пожилыми людьми и инвалидами существует не только в Климовском районе. Поэтому открытие частных пансионов рассматривается как выход из сложившейся ситуации. По мнению руководителей центров социального обслуживания, именно негосударственные учреждения помогут расширить и повысить качество предоставляемых услуг населению. Мы не конкуренты, а партнеры по оказанию услуг. Будут находиться там люди, которые в силу своего возраста, либо в силу своего здоровья, это тяжелобольные люди, они не могут ухаживать за собой. И те услуги, которые оказывает наше государственное учреждение, им недостаточно. То есть пансион станет тем самым недостающим звеном в цепи социальных услуг, предоставляемых центром, который на сегодня обслуживает около 300 пенсионеров. Центр также помогает семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляет материальную и правовую помощь. Здесь же работает клуб для женщин пенсионного возраста, где они могут встречаться регулярно, чтобы пообщаться на любые темы за чашечкой чая. Экскурсии у нас есть, есть у нас тоже по интересам. Интересующие вопросы огородничества, садоводства, цветоводства, которые все любители цветов. Кроме этого, нас интересуют и вопросы воспитания подрастающего поколения. Завершить строительство пансиона по уходу за пожилыми людьми и инвалидами планируется осенью этого года. В двухэтажном доме смогут комфортно разместиться 15 человек, нуждающихся в круглосуточном уходе. У нас это все идет в варианте частного дома. То есть на сегодняшний день пожилому человеку переехать в государственное учреждение, в котором очень много людей, сложновато. А когда они видят частный дом, и они идут не в дом престарелых, они идут в гости. Здесь будет уютно и по-домашнему комфортно. В этом и есть особенность частного пансиона, рассказывает Светлана. За пожилыми людьми будут круглосуточно наблюдать профессиональные, социальные и медицинские работники. И самое главное, пенсионерам не придется покидать родных мест. К сожалению, подобную услугу государство пока предоставить не может. Поэтому проблему круглосуточного обслуживания пенсионеров в Климовском районе может решить только партнерство с негосударственными учреждениями. Екатерина Зодина, Евгений Седачев, События Климова. Карачевский район сегодня один из динамично развивающихся в Брянской области. О существенных изменениях говорят сами местные жители. В районном центре проведено благоустройство исторической части города, ремонт дорог, учреждений культуры и образования. Карачевские предприятия промышленности в числе лучших не только на региональном, но и на общероссийском уровне. Кроме того, не остаются без внимания районной администрации и личные обращения жителей района. Сегодня Юлия и трехмесячная Кристина улыбаются. Чувство страха и одиночество уже в прошлом, которое Юлия вспоминает, едва сдерживая слезы. Девушка выросла в детском доме, окончила университет, вышла замуж, родила дочь. Казалось бы, вот оно долгожданное счастье. Юлия наконец поверила в то, что теперь в этой жизни она не одна. Как вдруг муж исчез, оставив девушку с грудным ребенком без финансовой поддержки. После родов он меня бросил, вот мы остались одни. И мне на данный момент нужна помощь, потому что декретных у меня нет, я неофициально работала. Юлия, как безработная мать, получает ежемесячное пособие – 2600 рублей. Этих денег хватает лишь на несколько дней. Заботливых родителей и родственников, готовых прийти на помощь, у 27-летней девушки нет. Единственной надеждой на хоть какую-то поддержку стала районная администрация. Буквально неделю назад они приходили ко мне на прием вдвоем. Вы знаете, может быть, мужчина по-другому бы отреагировал, любой, который ведет прием. Но я сама мама, и у меня двое детей. Я не смогла пройти мимо этой беды. Поэтому в течение этой недели нашли возможность изыскать средства для того, чтобы поддержать эту семью. Волонтеры не забывают, помогают ей. И в дальнейшем, я обещаю, я не брошу эту семью. И в течение вот этого периода, пока ребенок дома, пока еще не устроили в детский сад, я обещаю, буду вместе с ними. Решить наболевший вопрос благодаря вмешательству руководства района удалось и многодетной семье Акиевых, в которой воспитывается четверо детей. Десять лет назад семья построила дом в селе Бошино. Однако обычная процедура оформления документов превратилась в многолетнее скитание по кабинетам чиновников. Больше двух лет я пыталась документы на дом сделать, скажем, оформить дом. И никак не получалось. Потом я обратилась к главе. И мне помогли с этим вопросом, за что я очень благодарна. Семья многодетная, рождается ребенок, и как бы большие трудности было прописаться в этом доме. На сегодняшний день нами данный вопрос решен. Правоустанавливающие документы на дом получены, дом зарегистрирован, он сейчас в муниципальной собственности. Акиевы собирают документы необходимые для приватизации. И думаю, что в августе этого года они его уже смогут по договору соцнайма, будет с ними заключен договор соцнайма, и в дальнейшем приватизировать. А трагическая история этой семьи получила широкую огласку. Напомним, 2 января страшный пожар оставил без крыши над головой семью Даниловых, в которой 8 детей. Тогда по поручению Александра Богомаза администрация района оказала многодетной семье незамедлительную помощь, обеспечив временным жильем и вещами первой необходимости. По подпрограмме развития ипотечного кредитования погорельцам выделили две квартиры – однокомнатную и трехкомнатную в Брянском районе. И вот, наконец, спустя 8 месяцев семья получила свидетельство на жилье. Радость, что свое жилье есть, потому что мы потеряли все 2 января. Все это спасибо, что наша администрация помогла нам, Богомазу Александру Васильевичу, ну и всем добрым людям, что откликнулись, помогли нам, что администрация нас не бросила. Дмитрия Валерьевне вообще огромное спасибо. Она нас с самого начала курировала и с нами везде была, помогала во всем. Кристина Протхилава, Александр Егоров, События, Карачев. Фокинский район отметил 120-летний юбилей. История и жизнь района неотделима от железной дороги. Фокинский район был образован из железнодорожного поселка Льговский. Именно поэтому было принято решение объединить сразу несколько праздников. Юбилей района – 70-летие Брянского отделения Московской железной дороги и День железнодорожника. За торжествами наблюдала наша съемочная группа. На входе сквер имени Игната Фокина – касса. Здесь гостям праздника вручили билеты с маршрутом. Всех пассажиров поезда истории ждала мини-экскурсия по театрализованной исторической аллее. Здесь для вас и песни русские, и медовый каравай, пирожочком, с пылу, с жару. Угоститесь поскорей. Экскурсионная программа завершилась церемонией возложения цветов к памятнику имени Игната Фокина. После чего праздник продолжился во дворце железнодорожников, где собрались все те, кто не одно десятилетие проработал в районе. В Фокинском районе я начинал свою трудовую деятельность и проработал в нем более 50 лет. Работал в разных должностях, в разных организациях. Но что связывало, это такой вот человеческий союз, который объединяет фокинцев. И можно во многих других регионах, во многих районах услышать, о, это фокинцы. И от этого на душе становится теплее. От имени главы региона Александра Богомаза всех фокинцев со 120-летним юбилеем района поздравил председатель областной думы Владимир Попков. В своем выступлении он отметил основные задачи, которые сегодня стоят перед районом. В частности, это завершение работ по возведению пристройки к лицею номер 27. Ремонт дороги по проспекту Московскому. Сегодня уже нужна после 30-летней давности реконструкция проспекта Московского. Сегодня нужен и спортивный комплекс, который под главами выхода были. Его надо решать. Мы понимаем, что детская поликлиника нужна. И уже дважды мы с губернатором и мэрией города рассматривали вопрос. Это строительство дороги, это моя мечта еще, это проект Девки-Годы. 30 лет назад. Это с Фокинского района по Польме и выйти на Володарский район. Я думаю, что на следующий год мы эту дорогу начнем. Со словами поздравления к Фокинсам обратился депутат Государственной думы Николай Валуев, а также глава Фокинской районной администрации Виктор Филипков. После чего те, кто внес значительный вклад в развитие района, были отмечены наградами. Для Анны Каспиной Фокинский район – это то место, где она родилась, выросла, где всю жизнь трудились ее родители и где она сама обрела профессию. Анна работает старшим воспитателем в детском саду Мишутка. В праздничный день она получила звание почетного работника общего образования Российской Федерации. Это награда, какая-то определенная ступенька в жизни. Она накладывает определенную ответственность, что стремится расти дальше, в профессиональном росте, в карьере какой-то. Вот так, наверное, пытаться своих воспитателей научить чему-то лучшему, большему, чтобы они могли передать это детям. Особая роль в становлении района принадлежит железнодорожникам, ведь район вырос из железнодорожного поселка Льговский. Именно поэтому было принято решение объединить две даты – 120-летие района и 70-летие Брянского отделения Московской железной дороги. В парке развернулась интерактивная выставка РЖД. Жители и гостей района в этот день также ждали интересные развлечения, танцевальный мастер-класс и детская анимационная программа. Продолжился праздник большим концертом на площади имени Игната Фокина и праздничным салютом. Кристина Протхилова, Максим Кузнецов, События Брянск. Такой эту неделю увидели корреспонденты Брянской губернии. А чем запомнится грядущая семь дней, узнаем в следующие выходные. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин